Продолжаем наше прекрасное познавательное утро, продолжаем готовиться к удивительному празднику, дню рождения великого писателя Александра Сергеевича Пушкина. И сейчас узнаем несколько интересных фактов о том, как Александр Сергеевич бывал у нас на Дону-на-Доне, как поется в одной песне. А поможет нам в этом заведующий организационно-методическим отделом Центральной городской библиотеки имени Максима Горького Марина Кравченко. Марин, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Марин, ну давайте для всех наших зрителей, да и что уж греха-то эти для нас с Алиной, несколько слов о том, каким образом, когда Александр Сергеевич Пушкин бывал на Донской земле. 200 лет назад исполняется в этом году, как он побывал впервые на Донской земле. И очень интересных много фактов мы узнали, мы в библиотеке, когда готовились вот к этому юбилею. Побывал он и в Оксае, и в Таганроге, и в Ростове, и в Новочеркасске, и в Ставочеркасске. И особенно его поразил, по свидетельствам сопровождающего его генерала Раевского, быт донских казаков. Их необыкновенно вкусная кухня. И вино в своем знаменитом стихотворении «Дом» он так и сказал. «Сок кипучий, искрометный виноградников твоих». Еще есть такая легенда, но она, правда, не подтверждена, но очень интересная, что знаменитая Лукоморья находится у нас под Таганрогом. Так и знал. И что именно этот образ вдохновил, образ дерева, который там рос понад водой, вдохновил Великого Пушкина на создание своего образа. И еще свидетельство есть о том, что очень понравилось ему Нахичевань, Нахичеванский рынок. Это ведь был отдельный город. Да, конечно. Он не входил тогда в состав Ростова. И особенно поразили его Нахичеванки, Армянки в своих необыкновенно красивых красочных нарядах. Вот отразилось все это и в творчестве Александра Сергеевича. Стихотворение Дона, о котором я говорила, образы вольных казаков, в том числе Емельяна Пугачев, вы помните, да, в его творчестве. Все это вдохновилось вот этой поездкой на Дон. А вообще мы знаем, как долго он здесь пробыл? Вот он как раз и был в это время, в конце мая, в начале июня, на свой день рождения. Он был проездом всего лишь навсего, но впечатлений хватило на долгие годы. Он был потом еще и второй раз через 9 лет в 1929 году, когда ехал на Кавказ и обратно с Кавказа. Получается три раза. Но самая впечатляющая поездка оказалась первая, вот та самая, которая была 200 лет назад. Удивительно. Вот особенно впечатляет то, что теперь, читая даже Лукоморье, мы будем немножечко иначе смотреть на это стихотворение, и где-то в душе теплится будет надежда, что это же наши родные места. Таганрог, да, в частности. Марин, наверняка к празднованию Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина приготовлены мероприятия, подчеркиваем, онлайн, сакцентируем на этом моменте. Что будет? Рассказывайте. Очень много будет всего интересного. Более 30 мероприятий готовят в библиотеке Ростова. К Пушкинскому дню, к 6 июня, конечно, все будут онлайн. На блогах, в соцсетях, во всех интернет-представительствах библиотек. Но самое главное мероприятие будет на сайте ростовской ЦБС, и будет оно называться «Единый день поэта. Два века Пушкина-Дону». Вот там чего только не будет. И виртуальные викторины, и виртуальные экскурсии, и путешествия на почтовую станцию в Оксай, где останавливался Пушкин, а теперь музей. И творчество читателей будет представлено, которые будут читать бессмертные произведения Пушкина, а также стихи, посвященные ему собственного изобретения. Там очень много всего будет интересного, поэтому всех хочу пригласить 6 июня на наш сайт donlip.ru, где можно будет очень интересно, с пользой провести время. Слушайте, я уверена, что многие посетят, конечно, эти мероприятия, тем более после того, как мы заинтриговали о тем, что информации очень много, неизведанные, неизвестные о Александре Сергеевиче. А, Марин, вы вот, читая Пушкина, что-то выделяете для себя? Есть какое-то любимое стихотворение, либо произведение, может быть, целый цикл? У Пушкина всё любимое, всё совершенно любимое и замечательное. Ну, конечно, его любовная лирика, потрясающая совершенно, и Евгений Онегин, и малоизвестные произведения, которые, к сожалению, малоизвестны, но хочется обратить на них внимание. Такие, например, как «Русалка», «Песни западных славян». Потрясающие вещи, которые, кстати, будут интересны молодёжи. Там настолько захватывающие сюжеты, вы даже себе не представляете, если подзабыли. Вот очень рекомендую обращаться к Пушкину всегда и везде, и не только к его известным произведениям, но и вообще ко всем его томам, которые есть. А вообще вот сейчас в библиотеках, когда мы ещё не были на режиме самоизоляции, часто ли берут Пушкина? Есть какая-то, может быть, статистика? Как читают у нас Пушкина? Вы знаете, Пушкин всегда был и остаётся одним из самых любимых. Поэта вообще для всех русских людей. И это абсолютно точно, хотя бы вот такой факт взять, в Ростове очень любят и памятники из Пушкина, и улица Пушкина. И, между прочим, старейшая библиотека в конце XIX века тоже была названа ещё тогда именем Пушкина. Она и сейчас существует, библиотека Пушкина. И, между прочим, именно она, детская библиотека Пушкина, победила в том году в конкурсе модельных библиотек, в престижнейшем конкурсе в рамках национального проекта. Вот такое совпадение интересное. Ух ты! Это прекрасное совпадение. И я всех призываю, когда закончатся вот эти самоизоляционные обстоятельства, обязательно пойти в библиотеку, записать своих детей в библиотеку, потому что многие дети могут брать книжки и читать. В том числе, естественно, Александра Сергеевича Пушкина, вот те самые произведения, которые Марина посоветовала. Я вот «Русалку» читала, а вот вторую «Песни западных славян». Вот обязательно учту к рекомендации. Спасибо огромное за это. Теперь будет чем заняться сегодня вечером. Ну и тем более благодаря Александру Сергеевичу Пушкину мы знаем, что наш русский язык – это, как его мы привыкли называть, великий и могучий. Столько эпитетов, метафор, сравнений. И вот именно, наверное, поэтому стихи Александра Сергеевича Пушкина довольно сложно перевести на иностранный язык, потому что не все иностранцы способны понять всю красоту русской души. Марин, спасибо вам большое. Поздравляем вас с наступающим праздником, днем рождения Александра Сергеевича Пушкина. Я напомню, у нас с нами на прямой связи была заведующая организационно-методическим отделом Центральной городской библиотеки имени Максима Горького Марина Кравченко. Ну и в продолжении нашей программы хотелось бы вспомнить выпуск нашей передачи 1 июня, посвященный Дню защиты детей. Если помните, дорогие друзья, в эфире у нас была очаровательная 10-летняя юная гостья Юлия Раковская, которая совершенно потрясающим образом пела у нас в эфире. И если помните, ребята, ведущие Ирина Касарина и Геннадий Гордеев, обещали ее поздравить с Днем защиты детей лично, они это сделали. Да, молодцы, приехали, поздравили. И мы, конечно, тоже не хотели бы обходить это событие стороной. Давайте, во-первых, вспомним Юлю, а во-вторых, посмотрим, как это было. Дорогие друзья, ну вот как мы и обещали, мы отправляемся к девочке Юле, чтобы поздравить ее с праздником Днем защиты детей. А ведущие программы «Утро», если слово дали, то они его обязательно сдержали. Пойдем. Пойдем. Привет, Юлечка. Это телеканал «Дон-24», программа «Утро». Геннадий Гордеев и Ирина Касарина. Дорогая, доверчивая, доверчивая. Привет, моя красавица, выходи к нам. Привет. 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 О, какая красивая девочка. Здравствуйте. Какие-то красивые. Здравствуйте. Заходите. Можно зайти? Да, я так иди, заходите. Заходите. Дорогая наша девочка, мы поздравляем тебя с праздником, поздравляем тебя с Днем защиты детей. Мы желаем, чтобы в твоей жизни исполнялись все самые-самые заветные желания. Чтобы то, о чем ты мечтаешь, обязательно исполнялось. Самое главное, тебе здоровья и счастливого, беззаботного детства. Спасибо. Держи, Патик, это тебе. Спасибо. И все еще. Вот еще вот это. Мы маска, потому что мы не накрашены. А Гена еще хотел что-то сказать. Я хотел сказать, что в первую очередь, чего я желаю всем маленьким девочкам, это чтобы они становились такими, вот как Ира Касарина, красивыми, умными и, самое главное, богатыми. Не богатыми? Добрыми. Я счастливая. Я и каждый человек на этом свете должен быть счастливым. Поздравляю тебя! Спасибо вам огромное. Все, друзья, моя хорошая. Ты такая прекрасная девочка. Юля, если ты смотришь сейчас эту программу, мы тебя тоже поздравляем с Днем Защиты Детей. И знай, никакие жизненные обстоятельства не должны стоять у тебя на пути, на пути твоего творческого развития. Продолжай петь и радовать нас всех. Я уверена, что у тебя все получится. И в ближайшее время мы узнаем о твоих невероятных достижениях, надеюсь, что в нашей программе. Еще об одних интересных достижениях прямо сейчас и поговорим с нашим гостем, сценаристом, одним из авторов скринлайф-сериала «Все вместе». Его зовут Виктор Кравченко, и он с нами на связи. Виктор, доброе утро. Виктор, доброе утро. Доброе-доброе утро. Ну, мы должны, во-первых, вначале сказать, что творчество, вот как мы только что убедились на премьере, Юля, творчество не должно знать никаких границ, никаких обстоятельств. И то, что сейчас происходит, в частности, в нашей стране, не стало помехой для кинематографа. И вот скринлайф-сериал «Все вместе» явное тому подтверждение. Да, и давайте начнем, Виктор, сразу с того, что такое скринлайф-сериал. Потому что многие наши зрители, сериал знают, что такое, смотрят регулярно, а вот что такое скринлайф, не знают. Ну, скринлайф, я бы сказал, это киноязык, который придумал Тимур Бекмамбетов лет так 10 назад, в своем первом фильме «Убрать из друзей». Это сериал или фильм, действие которого развивается полностью на экране. То есть это может быть экосистема социальных сетей или мессенджеров в формате видеозвонков, аудиозвонков. То есть скринлайф – это жизнь, все, что на экране. Это киноязык полностью на экране. И да, наш сериал выполнен в формате скринлайф. Ну, скажем так, те ограничения, в которых оказалась вся киноиндустрия по всему миру, это стали для нас полезными творческими ограничениями, в которых мы придумали такой мир, который мы воплотили в сериале «Все вместе». Виктор, ну, коротко, о чем сериал, так, чтобы не раскрывать всего сюжета? Это, ну, смотрите, да, если коротко, это, ну, скажем так, версия ситкома о «Друзьях», как вот когда-то там были «Теория большого взрыва», сериал «Друзья». Это версия ситкома о «Друзьях» в условиях пандемии, когда несколько друзей собирались там встретиться на вечеринке, но в этот день не сложилось, и они оказались все в изоляции, все по домам, они созвонились, и вот с этого момента еженедельно они созваниваются, и происходят события с каждым из них, у кого-то там магазинчик комиксов, у кого-то там проблемы в личной жизни, у кого-то проблемы на работе, и все это развивается, развивается, и наши герои на протяжении сезона проходят испытания и вирусом, и теми ограничениями, в которых они оказались. То есть это такая добрая история, в которой друзья испытывают определенные проблемы, но пытаются с ними справиться как могут. Я предлагаю прямо сейчас, наверное, посмотреть трейлер сериала, чтобы наши зрители после описания сразу представили себе картинку, а потом продолжим разговор. Как твой магазин? Надо закрыть, накачать сериальчиков и жрать под них мороженое. Отличный антикризисный план. Жду этого предложения на федеральном уровне. Я там пока что пару раз, а меня пинком подзар. На! Короче, Лера беременна. Как-то так. Я тебя не боюсь! Задолбал. Судяй! Я ему сейчас мордую набью, отвечаю. Чисто напугает, жестко. Нет, ну куда молоту? Гош, ты такое? Ну что? Ну что? Слушайте, ни один из вас бы не прошел собеседование в службе психологической поддержки. Я бы прошел через постель. Да, только потом бы тебе самому пригодилась психологическая помощь. Ооо! Ну, по-моему, прекрасная альтернатива, я не знаю, еще один вариант такого киносъемочного процесса. А что, ничего сложного? Просто все выходят в видеоконференцию и общаются. А вот подожди, давай узнаем ничего сложного. Насколько это сложно? Потому что мы все увидели знакомые лица, мы все увидели, что это хороший актерский состав, известный нам. А в принципе, я так понимаю, что чтобы снять этот сериал, актеры учили реплики? Ну, это минимально необходимое, что им нужно было сделать. Самое сложное то, что актеры действительно известны, много где поигравшие, им впервые пришлось делать все самим. Они сами ставили свет, камеры, звук, они все записывали. Сериал снят полностью удаленно, никто никому никуда не съездил вообще, хотя наш оператор порывался. Но мы никого не пустили, мы всем все курьерами отправили. И действительно, в формате видеоконференции объясняли актерам, как поставить камеру, как ее настроить, когда ее включать, когда выключать. То есть, каждый актер был самостоятельной съемочной группой. И это, наверное, было самое сложное, но и самое крутое, потому что для них это был огромный опыт. И в итоге они теперь не только классно играют, но еще и умеют вести съемки. Виктор, ну а актеры-то сразу согласились принять участие в такой, скажем так, авантюре? Слушайте, да, авантюра – отличное слово. Ну, мы общались с рядом актеров, и, в общем-то, все заинтересовались, но было такое, что некоторые ребята прям забоялись, и мы сами испугались, что нам нужны были люди, которые, ну вот, действительно с духом приключений, которые будут готовы прям с утра до вечера этим заниматься. Потому что это точно было сложно. Мы даже сами недооценили сложность. Это оказалось сложнее, чем мы сами думали. Вот. Но актеры, те, которые вот согласились, с которыми мы в итоге поработали, они в восторге от этого всего. Это было сложно, но это было увлекательно. Вот. Я уверена, что каждый захочет посмотреть этот сериал. Я уже заинтригована. Поэтому давайте рассказывайте, где можно увидеть этот сериал. Все вместе он называется, я напомню. Он на каких-то платформах, площадках. Может быть, он выйдет на телевидение? Насчет телевидения не знаю. Этот сериал произвела наша студия, Дикий Диджитал, и сериал находится на онлайн-платформе ОКО. Достаточно просто в поисковике вбить все вместе сериалы, и, в общем-то, первой же строчкой выдастся ссылка на стриминг. Заходите и смотрите. Там уже шесть серий есть. Вот. Самый главный вопрос. А еще сколько вообще серий планируется? И есть какое-то уже понимание? Один сезон или больше? Значит, всего восемь серий в сезоне. Сейчас выпущено шесть, и мы каждую неделю выпускаем следующую. У нас каждую неделю это прям ежедневная гонка за тем, чтобы успеть к дате. Вот. Поэтому мне сегодня утром было, честно говоря, сложновато встать. Вот. Но да, каждую неделю, каждый понедельник выходит новая серия. Вот восемь серий всего в сезоне. Посмотрим, как будет дальше. Честно говоря, мы все, так же, как и весь мир, уже подустали от этой пандемии. И хочется сделать сезон, чтобы все кайфанули. Там прикольный финал. И немножко отдохнуть вообще, в принципе, от скринлайфа и от пандемии, от этих стен. Но, может быть, будет и второй сезон. Мы пока думаем. Я уверен, что будет второй сезон. Он должен быть посвящен тому, как герои будут выходить из режима самоизоляции. Виктор, спасибо большое, что этим утром согласились принять участие. Приняли наше приглашение. Встали. Встали утром, да. Напомню, на прямой связи с нашей студией был сценарист, один из авторов скринлайф сериала «Все вместе» Виктор Кравченко. Виктор Кравченко Родилось сразу 14 малышей. Алина, давай, перечисляй всех. Итак, да, родились 6 дагестанских туров, 2 кубанских тура, 3 голубых барана и 3 европейских муфлона. Все новорожденные находятся в вольерах со своими мамами, чувствуют себя хорошо, активны и любознательны. Вообще, вот видишь, как самоизоляция положительно повлияла на копытных. Сразу результат налицо. 14 малышей одновременно. Вот она, животворящая самоизоляция. То ли еще будет. Мы дождемся конца года этого и начала следующего года. И посмотрим, как люди подходили к этому вопросу. А вот это будет еще интереснее понаблюдать. Мы обязательно посвятим этому факту целую программу. Ну а пока продолжим знакомиться с творчеством участников нашего литературного флешмоба. Читаем Пушкина на Дон-24. Пожалуйста, внимание на экран. Александр Сергеевич Пушкин. Дон. Беща средь полей широких. Вон он льется. Здравствуй, Дон. От сынов твоих далеких я привез тебе поклон. Как прославленного брата реки знают тихий Дон. От Аракса и Ефрата я привез тебе поклон. Отдохнув от злой погони, чуя родину свою. Пьют уже донские кони арпачайскую струю. Приготовь же дон заветливый для наездников лихих, Суткипучий, искрометный виноградников твоих. Едут зеленые, талатая цепь на Дубитон. И днем и ночью воду черный, Все ходит в госы для другого. И тут направо песню забудет, Налево сказку говорит. Там чудеса, там лешие вроде. Русалка на миге. Вот, кстати, дети – это цветы жизни. Это прекрасно. Ну, посмотри, сколько эмоций. Поэтому я очень рассчитываю на наш национальный проект «Демография». Интересно, из того ли самого лукоморья, О котором была сейчас речь еще в стихотворении, Которое читала девочка, Пришла белка в подъезд в Новошахтинске. Не знаю, но я тебе могу сказать, Что, возможно, если бы еще самоизоляцию продлили, Наши города стали бы точно лукоморьем для животных. И они уже это активно демонстрируют. Они тоже соскучились по людям. И решили уже ходить в гости, развлекать людей лично. Так, одна белка, как ты правильно сказал, Решила зайти в гости в подъезд. Вот, пожалуйста, вот такое вот видео. Видите, белка ходит по этажам, Подходит к каждой квартире, Звонит, говорит «Добрый день, можно что-нибудь поесть?» Ей говорят «Да, можно или нет, нельзя». Или «А у вас маска есть с собой, белка?» А вот, кстати, молодой человек, Почти незаметно, но в красных кроссовках он стоит. Вот она у него, наверное, тоже спрашивала по поводу маски. Нет, ну а что, а белкам-то как выживать? Извините, люди в парках, в скверах не гуляли, Это было запрещено. «Где брать орехи?» – спросила белка. И пошла в многоквартирный дом. Это только белки сейчас пошли. Скоро медведи вернутся. Ой, нет, ну нет. Вот давайте ограничимся на белках. Они маленькие, ручные и грызут золотые орехи. Ну, а как сложится день для представителей всех знаков зодиака, уже готова рассказать наша рубрика «Гороскоп». Овны, вы можете стать жертвой обмана. Морально вы уже были готовы к подвоху, но настроение все равно испортится. Тельцы, вас ждут семейные конфликты и бытовые проблемы. Сбежать не получится. Без суеты решайте все. Близнецы, чтобы проанализировать происходящее в душе, вовсе не обязательно отключаться от окружающего мира. Вам необходимо определить цели. Раки, авторитетные личности могут вызвать легкий стресс. Не паникуйте, запаситесь терпением и подождите, пока улягутся страсти. Львы, можно отказаться от вредных привычек и заменить их полезными. Откажитесь от контактов, которые мешают вам двигаться, и найдите новых союзников. Девы, как бы вы ни были преданы своим друзьям и любимым людям, вы не можете быть за них в ответе, поэтому подумайте дважды, прежде чем бросаться на защиту. Весы, перестаньте зацикливаться на ошибках прошлого. Вы не можете ничего вернуть и исправить, поэтому просто сделайте выводы и двигайтесь дальше. Скорпионы, если активно приметесь за дело с самого утра, то сможете закончить работу пораньше, а это значит, что будет больше свободного времени. Стрельцы, сегодня можно смело заявить миру о своих достижениях. Никто другой не смог бы добиться столько, но будьте готовы к вспышкам зависти от тех, кого удалось обойти. Козероги, вам предстоит многое сделать. Реализовать планы, составленные раньше, и решить новые задачи, возникшие совершенно неожиданно. Водолеи. Гороскоп предсказывает Водолею веселый день, но настроение все равно держите под контролем. Возможны встречи с непредсказуемыми в поведении людьми. Рыбы и излишнее беспокойство по поводу финансов окажутся необоснованным. Главное – все точно рассчитать. Одинокие рыбы имеют шанс на судьбоносное знакомство.